Давайте сегодня начнем с 4 главы книги Осии. И начнем мы с первого пункта. Вы должны знать его. Есть вещи, которые нам необходимо знать. И в это утро я хочу поговорить с вами о Христе, надежде мира. Есть нечто, что мы должны об этом знать. Почему Христос надежда мира? Что Он сделал? Благодаря чему Он должен быть признан как надежда мира? Для чего я вообще делаю это утверждение о том, что Иисус Христос надежда мира? Недостаточно делать религиозные утверждения и воспроизводить религиозные клише, не имея при этом понимания. Потому что когда у вас нет понимания, у вас нет силы. И когда вы не знаете то, что должны знать, у вас нет силы. Вы можете говорить, я призываю кровь Иисуса, и при этом не знать каково ее действие. Это будет похоже на ситуацию с семью сыновья Мискевы. Знаете, они однажды сказали бесам, «Мы изгоняем вас во имя, которое использует Павел». И бесы ответили, «Иисуса знаем, и Павел нам известен». А вы кто? Бесы знали то, чего не знали они. И сфера, через которую дьявол будет атаковать вас всю жизнь, это область вашего неведения. Он всегда будет определять область, в которой вы, по вашему мнению, обладаете знанием. Но у вас в ней всего лишь религиозное понимание. А есть ли у вас понимание, почему все так, как оно есть? Книга Осии, 4 глава, 6 стих. Давайте прочитаем вместе. Готовы? Читаем. Осия 4, 6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Обратите внимание, что там написано. «Истреблен будет народ мой». А в дословном переводе с еврейского сказано, «Мой народ отсекается из-за того, что у них недостаток в том, что касается знания. И если враг сможет добиться того, что вы будете продолжать ходить в неведении о крови Иисуса, вы будете отсечены от силы и преимуществ, которые были вложены в кровь Христа. Так что необходимо и жизненно важно, чтобы мы приобрели больше знаний о крови Иисуса». Итак, мы понимаем, что кровь Иисуса единственная надежда для всего человечества. Единственная надежда для всего человечества после того, как Адам согрешил, это кровь Христа. Без этой крови примирение с Богом невозможно. А что значит примириться? Что такое примирение? И в чем его суть? Оно означает снова стать другим с кем-либо после периода отчуждения, после того, как случившееся разделило вас. Это восстановление дружеских отношений между двумя или более людьми. Примириться значит прекратить противостояние с другим человеком. Это улаживание ссоры или разногласий. Это восстановление отношений. Это возвращение утерянного баланса, утерянной гармонии. Это соглашение. Это то, что возвращает гармонию в то, что было нарушено. Непослушание Богу Адама и Евы воздвигло стену. Оно вызвало разделение и дисбаланс между Богом и человеком. Что стало происходить со дня, в которой согрешил Адам? С того самого момента люди шли в ад. С того самого момента никто и никогда не мог устранить эту проблему. Так как что сделано, то сделано. И Бог не пойдет на компромисс в том, кто Он есть, ведь Он святой Бог. Он захотел спасти человека. Но это необходимо было сделать правильно. Вам нужно понять, что если бы Бог нарушил собственный закон, Он перестал бы быть Богом. Если бы Бог вдруг решил, «Я не буду справедливым, не буду праведным», тогда бы Он перестал быть Богом. Поэтому все, что делает Бог, Он всегда делает правильно. Он любит людей, но вам необходимо осознать, как важно для вас понимание того, что Господь любит вас, и как важно вам иметь понимание о силе крови, потому что в тот момент Бог думал, «Мне нужно решить, как примириться с людьми, и как удалить эту стену, разделяющую нас». Я хочу, чтобы вы поняли, если бы вы жили в то время, у вас в то время бы не было бы никакой надежды. Вы были бы обречены. Когда люди умирали до того, как была пролита кровь Иисуса, они не шли на небеса. Они не шли в место, которое называлось раем. А некоторые шли в места, расположенные поглубже. Понимаете? Но вот что сделал Иисус. Он освободил пленных из темницы. Тогда никто не шел на небеса. Но потом, слава Богу, все изменилось. И давайте я расскажу вам о сути своего послания. Если бы не кровь Иисуса, мы бы все после смерти пошли в ад. Независимо от того, насколько правильно вы живете, и какие вы можете привести аргументы, кровь Иисуса — единственное средство примирения Бога с людьми. Так что в те времена не было надежды на прощение, но было очищение от греха. Не было надежды попасть на небеса и наслаждаться вечной славой Божьей. Единственная надежда, которая появилась позднее, это пролитая кровь Иисуса. И теперь, благодаря драгоценной крови Иисуса, есть надежда для каждого человека, живущего на земле. Теперь есть надежда для каждого, кто рожден, для каждого, кто ходит и живет благодаря драгоценной крови Христа. Я хочу, чтобы вы послушали. В крови Иисуса есть сила преобразить самого отпетого грешника. В крови Иисуса есть сила устранить последствия самого гадкого из всего, в чем вы участвовали. Я знаю, что люди, приходящие в эту церковь, иногда думают, «Бог меня не любит. Богу нет до меня никакого дела. В ситуации, в которой я оказался, у меня нет никакой надежды». Но говорю вам, вы ошибаетесь. Нет такого греха из тех, что вы совершили, которые бы превзошли силу крови Иисуса очистить вас. «Кровь Иисуса и сила Его крови могут преобразить вас в образ и подобие прекрасного святого всемогущего Бога». Так что, какие бы причины вы не приносили с собой сегодня в церковь, по которым вы говорите, «Нет, я не смогу спастись. Нет, моя жизнь не наладилась. У меня нет выхода. Я покажу вам, как сильно вы ошибаетесь». «Да, но, брат, доллар, вы не понимаете, я сделала аборт. Бог позаботится о вашем ребенке, пока вы туда не придете». И вот что я вам скажу. Там у вас будет радостная возможность закончить воспитание своего ребенка. Ничего не кончено. Вы думаете, «Боже мой, не могу поверить, что я это сделала. Что сделано, то сделано». И благодарите Бога за кровь Христа, потому что через кровь Иисуса Бог может исправить все, что мы натворили. А кто из вас знает, что натворили мы немало? Я знаю, в своей жизни вы делали ошибки. Вы делали ошибки в браке, делали ошибки в отношениях. Вы натворили много чего, но потому нам и надо возносить хвалу к небесам, что наш победитель пролил свою кровь. И благодаря этому у нас еще есть попытки. Ведь кровь Иисуса не то, что поможет нам всего один раз. Она будет действовать вечно. Аллилуйя! Поэтому я верю Богу в то, что если вы не спасены, сегодня ваш день спасения. Сегодня вы выйдете из наркоторговли. Сегодня вы избавитесь от своей зависимости. Сегодня вы выйдете из своего эгоизма. Какие бы ужасные и отвратительные и злые дела вы не делали. Сегодня вы встретитесь с силой, вложенной в кровь Агнца. Задумайтесь вместе со мной на один момент. При всем своем уме, при всей своей изобретательности и способности делать разные вещи, в своих лабораториях люди так и не научились делать кровь. Откройте 17 главу книги Левит. Со всем своим интеллектом, со всей своей изобретательностью, они не могут сделать кровь. И вам известно, что они пытаются, но не могут. не могут создать кровь. Ее невозможно выработать в лабораториях. Ее нельзя создать с помощью человеческой изобретательности. Почему? Я хочу, чтобы вы кое о чем поразмышляли, будь это кровь людей или животных, она проистекает прямо от Бога. Именно так. Разве нет? Но откуда еще? Бог сотворил Адама, правильно? Адам не вышел из утробы матери, верно? Бог создал Адама из праха земного, правильно? И в венах Адама бежала кровь, так? Откуда она взялась? Прямо от Бога. Она произошла прямо от Бога. Да. Она произошла прямо от Бога. В венах Адама текла кровь, которая произошла и была воспроизведена прямо от Бога. Это, это просто, знаете, каждый получил пользу от того, что произошло от Бога. Каждому на этом месте, в ком течет кровь, надо понимать, она произошла прямо от Бога. Хорошо, смотрите, это значит, что в каждом уже есть некоторая частица Бога. И Адам получил ее напрямую от Бога. Есть только еще один человек, о котором я знаю, что он получил свою кровь прямо от Бога. Это Иисус. Только представьте, в его венах текла кровь особой группы. Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус. 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 17-11. Прочтем первую часть стиха в Библии Короля Иакова. Прочтем вместе. Готовы? Читаем. Потому что жизнь тела в крови. Жизнь где? Где? Жизнь в крови. С давних времен люди знали о духовной ценности крови, и в той или иной форме пытались использовать ее для религиозных целей. Это делали также ведьмы и колдуны. Некоторые из вас удивленно посмотрели на меня, когда я сказал «Ведьмы». Да, есть люди, которые практикуют такие вещи. Есть и христиане, которые занимаются колдовством. Вы знаете, что такое колдовство? Это манипуляции. «Ведьмы», колдуны и прочие агенты дьявола, они понимают духовную эффективность крови, и это объясняет их ненасытную жажду к использованию крови. Но когда дело касается устранения греха, восстановления общения с Богом и абсолютной победы над дьяволом, кровь тельцов и кровь козлов, абсолютно ничего не может сделать с грехом в человеческой жизни. Точно так же, как и кровь человеческого существа ничего не может сделать с грехом в человеческой жизни, потому что ваша кровь духовно заражена грехом, поэтому она ничего не может сделать с тем, чем она уже инфицирована. Но благодарение Богу за кровь Иисуса, единственное лекарство от духовных проблем человека, И, пожалуйста, поймите, что основа проблем человека — это грех. Все проблемы, которые есть у людей, все проблемы, которые мучили их на протяжении веков, это последствия грехопадения, которое произошло в Эдемском саду. Так что проблема в грехе. Поэтому я все время говорю неспасенным супружеским парам, что они пытаются достичь успеха в браке, не решив главную проблему своей жизни. А это грех. Грех — основная проблема. Если вы хотите разобраться с проблемами в своей жизни, вам надо разобраться с главной из них, то есть с грехом. А пока вы не разберетесь с грехом, у врага всегда будет возможность держать вашу жизнь под контролем. Так что любое, казалось бы, эффективное средство, которое не затрагивает главную проблему — грех, имеет только косметический эффект. И пока не решена проблема греха, у человека нет никакой свободы. Независимо от того, что есть у человека и что он делает, пока не решена проблема греха, он не будет по-настоящему свободным. И на самом деле, без пролития крови, искупительной жертвы, не может быть ни прощения, ни очищения от греха. Кровь жертвы впервые пролилась после того, как Адам согрешил. Не послушался Бога. Бог знал, что единственный выход — это чтобы пролилась кровь искупительной жертвы. Должна была пролиться кровь. Потому что жизнь в крови. Пришел грех и заразил саму жизнь Адама и Евы, и они лишились славы Божьей. И для устранения и прощения греха должна была пролиться кровь. Об этом говорится в 9 главе послания к евреям. Откройте это место. Вам надо это увидеть. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Бог это знал. Он знал, что когда появился грех, должна пролиться кровь. Должна пролиться кровь. А многие христиане вообще не понимают для чего. Дело в том, что вся суть в крови. Ваша жизнь в крови. Если кровь заражена грехом, должна пролиться другая, искупительная кровь. Надо решить эту проблему. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. Да и все почти по закону очищается. Чем? Кровью. И без пролития крови не бывает. Чего? Прощения. Без крови не бывает прощения, потому что за грех следует необходимое и заслуженное наказание. Итак, должна быть пролита кровь. Теперь снова вернемся к вопросу о грехе. Грех — это явление духовное. Грех относится к духовной сфере. Это не психическое явление, чтобы вы могли пойти к психиатру и решить эту проблему. Грех — явление духовное. Когда вы грешите против Бога, вы нарушаете Божий духовный закон. Когда Адам согрешил против Бога, он нарушил его духовный закон и создал дисбаланс. Он создал беспорядок во Вселенной. И этот дисбаланс должен быть устранен. Он должен быть компенсирован. То, что было сделано первыми людьми в Эдемском саду, должно было быть компенсировано. За это должно было быть заплачено. Кто-то должен был заплатить за то, что там произошло. Кто-то должен был заплатить за то, что там случилось. Почему? Потому что таков Бог. Он праведный и истинный. Он справедливый Бог, и Он требует этого. Требует. Праведность и истина — основание престола Божьего. Так говорит Библия. И если бы Бог перестал быть справедливым и праведным, Он перестал бы быть Богом. Поэтому каждый грех должен подвергаться суду. Каждый грех должен быть осужден. А теперь представьте, леди и джентльмены, где бы мы были, если бы не кровь Иисуса? Ведь Бог не станет разбавлять свою праведность и справедливость ради того, чтобы нам помочь. Он ни в чем не пойдет на компромисс. Он мудр и знает, как разбираться с разными проблемами. И тем не менее, факт остается фактом. Бог справедлив, свят, и у Него не может быть никакого общения с грехом. Не думайте, что в эти последние дни Бог смотрит на грех иначе. Поэтому я и говорю вам о силе крови Христа. Вы думаете, что можете манипулировать Богом? Нет, не можете. Бог нисколько не изменился. Только благодаря крови Иисуса у вас есть сегодня возможность прийти к Богу. Если бы не кровь Христа, вы не могли бы ничего сказать и сделать, чтобы наладить отношения с Богом. Ничего. Я хочу, чтобы вы увидели, как вы абсолютно беспомощны без крови Иисуса. Мы думаем, что с помощью своего интеллекта и образования мы сможем понять, как решить эту проблему. Но на самом деле все просто. Грех — это духовная проблема, а кровь Иисуса — ее решение. Проблема греха вызвала дисбаланс. Кровь Иисуса возвращает баланс. Кто-то должен был заплатить за то, что произошло в Эдемском саду. Иисус своей кровью заплатил за то, что произошло там. И только благодаря Его крови у вас есть возможность очиститься и пойти на небеса. Иначе вы были бы в аду, а также все ваши родственники и друзья, которые умерли до вас. И неважно, насколько хорошо они себя вели, неважно, какими они были хорошими, неважно, сколько они построили сиротских приютов по всему миру, они бы пошли в ад, если из этого уравнения жизни убрать кровь Иисуса. Церковь — это не пустая трата времени, только благодаря крови Христа. Смотрите, когда вы согрешили, ваш грех должен быть искуплен, а иначе вас постигнет духовная смерть. Если вы согрешили, этот грех должен быть искуплен, а иначе вы умрете духовно. Откройте книгу пророка Изекиля, и я хочу вам кое-что показать. Я хочу нарисовать картину того, что было бы без крови Иисуса, потому что, начиная с этого самого дня, не принимайте ее, как что-то самой собой разумеющееся. С этого дня никогда не уповайте на свои добрые дела. Надеюсь, что вы услышали это четко и ясно, потому что, возможно, вы стали надеяться на свои дела и думаете, «Я сделал много чего доброго, и Бог должен почтить мои дела и принять меня на небо». Нет, Бог чтит только кровь Иисуса. Придя на небеса, вы не сможете похвалиться своими делами. Единственное, что вы сделаете на небесах, это упадете на свое лицо и будете благодарить Бога за кровь Иисуса, благодарение Господу за Его кровь. Если бы не она, меня бы на небе не было. Но слава Богу за кровь Иисуса, у меня есть возможность находиться здесь и делать то, что я делаю, благодаря крови Иисуса. Открыли 18 главу книги пророка Иезекииля? А? «Пастор, ты же сам сказал не разговаривать», скажет кто-то. «Я задаю вам вопрос. Вы открыли 18 главу Иезекииля?» Баланс — это ключевой момент жизни. А ложный баланс — мерзость пред Богом. Иезекииля 18.20 «Душа согрешающая, она что? Умрет». А? Она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда, праведного при нем и остается. И беззаконие беззаконного при нем и остается. Но душа согрешающая, она умрет. Мы знаем, что такое смерть. Это духовное разделение, отделение от Бога и Его обеспечение. Пример. Блудный сын. После того, как он согрешил, он отделился от отца и от всего, чем отец до этого его обеспечивал. Именно это и произошло со всеми людьми. И именно это произошло с Адамом и Евой в Эдеме. Когда Адам согрешил, он отделился от Бога и от всего Божьего обеспечения. Если говорить на эту тему, Эдем был местом Божьего обеспечения. Это было место, где Адам был обеспечен сверх меры. Но когда он согрешил, произошло разделение. Вспомним еще одно местописание. Римлянам 6 глава, 23 стих. Прочтем его вместе. Готовы? Читаем. Ибо возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. О! Вы слышали? Павел говорит, что плата за грех – отделенность от Бога и Его обеспечения. Но щедрый дар Божий через кровь Иисуса – это единство с нашим Господом Иисусом Христом. Дисбаланс устранен. И тем не менее, друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что грех отделяет нас от Бога и Его обеспечения. Даже одного греха достаточно, чтобы вы стали оскверненным и нечистым в глазах Господа. Достаточно одного греха. Одного. Если бы не кровь Иисуса – один грех и все. Только один. Я знаю, что за день вы делаете их 23 тысячи. Но достаточно одного. Адам и Ева сделали один грех. И были изгнаны из рая. Один грех. Они совершили только один. И из-за него их выгнали из Эдема. До пролития крови Иисуса не было милости. Один грех. И они были изгнаны. Если бы не кровь Иисуса. Послушайте, одного греха достаточно, чтобы навсегда изгнать вас из Божьего присутствия. Почему? Потому что у Бога есть свой стандарт святости. Адам и Ева умерли духовно. Они были отделены от Бога. Изгнаны из Эдема. Но до того, как Бог удалил их от Своего лица, произошло кое-что интересное. До того, как изгнать Адама и Еву из Эдема, Бог взял животное, пролил кровь этого животного и использовал его шкуру для того, чтобы прикрыть их наготу, появившуюся после грехопадения. Пожалуйста, поймите кое-что об Адаме и Еве. Кто-то утверждает, что в Эдеме они все время были нагими. Нет. Нет, нет, нет. До грехопадения они не были нагими. На них не было искусственной одежды. Но они не были обнаженными. Они были покрыты славой Божьей. У них не было искусственной одежды. Мы не должны были это носить. Представьте, что мы должны были сидеть здесь без всего этого. Раньше я тоже думал, что они были голыми. Но голыми они не были. Господь, помоги мне. Мы не должны были носить искусственную одежду животного или растительного происхождения. Это не самое лучшее от Бога. Поэтому, когда придет время восхищения церкви, вы все это оставите здесь. Наверное, вы не понимаете. Когда наступит время восхищения церкви, вы выскользнете из этих одежд. На небесах нет ничего такого. Там вам не придется беспокоиться о портном. Никаких портных там нет. Слава Божья! Вот что вы должны носить. И когда вы выйдете из этой искусственной одежды, вы обличетесь в славу Божью. Кто-то скажет, «Там не будет одежды? Будем ли мы голыми? Я не хочу быть голым на небесах». Такого и не будет. Ведь вы обличетесь во славу Божью. Все, что совершил Бог, ни одно творение Божье, кроме нас, не занимается поисками одежды. У медведя уже есть одежда. Мы единственные, кому приходится заниматься поисками, во что одеться. Аллилуйя! У собаки уже есть одежда, и она знает, как приспособиться к времени года. У нас тоже была своя естественная одежда, как и у медведя, как и у собаки. Нашей естественной одеждой была слава Божья. Но слава Божья не может сосуществовать с грехом. Если приходит грех, слава Божья уходит. Если приходит слава Божья, уходит грех. Вам надо сделать выбор. Мы оказались бы лишенными славы Божьей, если бы не кровь Иисуса. Адам и Ева сделали один грех, и были изгнаны из рая. Один грех. Они совершили только один. И из-за него их выгнали из Эдема. До пролития крови Иисуса не было милости. Один грех. И они были изгнаны. Если бы не кровь Иисуса. Послушайте, одного греха достаточно, чтобы навсегда изгнать вас из Божьего присутствия. Почему? Потому что у Бога есть свой стандарт святости. Адам и Ева умерли духовно. Они были отделены от Бога, изгнаны из Эдема. Но до того, как Бог удалил их от своего лица, произошло кое-что интересное. До того, как изгнать Адама и Еву из Эдема, Бог взял животное, пролил кровь этого животного и использовал его шкуру для того, чтобы прикрыть их наготу, появившуюся после грехопадения. Пожалуйста, поймите кое-что об Адаме и Еве. Кто-то утверждает, что в Эдеме они все время были нагими. Нет. Нет, нет, нет. До грехопадения они не были нагими. На них не было искусственной одежды. Но они не были обнаженными. Они были покрыты славой Божьей. У них не было искусственной одежды. Мы не должны были это носить. Представьте, что мы должны были сидеть здесь без всего этого. Раньше я тоже думал, что они были голыми, но голыми они не были. Господь, помоги мне. Мы не должны были носить искусственную одежду животного или растительного происхождения. Это не самое лучшее от Бога. Поэтому, когда придет время восхищения церкви, вы все это оставите здесь. Наверное, вы не понимаете. Когда наступит время восхищения церкви, вы выскользнете из этих одежд. На небесах нет ничего такого. Там вам не придется беспокоиться о портном. Никаких портных там нет. Слава Божья! Вот что вы должны носить. И когда вы выйдете из этой искусственной одежды, вы обличетесь в славу Божью. Кто-то скажет, «Там не будет одежды? Будем ли мы голыми?» «Я не хочу быть голым на небесах». Такого и не будет. Ведь вы обличетесь во славу Божью. Все, что совершил Бог, ни одно творение Божье, кроме нас, не занимается поисками одежды. У медведя уже есть одежда. Мы единственные, кому приходится заниматься поисками во что одеться. Аллилуйя! У собаки уже есть одежда, и она знает, как приспособиться к времени года. У нас тоже была своя естественная одежда, как и у медведя, как и у собаки. Нашей естественной одеждой была слава Божья. Но слава Божья не может сосуществовать с грехом. Если приходит грех, слава Божья уходит. Если приходит слава Божья, уходит грех. Вам надо сделать выбор. Мы оказались бы лишенными славы Божьей, если бы не кровь Иисуса. Итак, когда Бог пролил кровь животного, Он установил то, что называется искуплением. Искупить означает покрыть. Когда Бог пролил кровь животного, после того, как люди в Эдеме согрешили, тем самым Он указывал на более совершенное время. Кровь животного просто покрыла грех, чтобы Богу не пришлось его видеть. Бог установил искупление греха, но до момента, когда придет совершенная жертва, должно было пройти время. Иисус пришел для того, чтобы понести грех всей человеческой расы. А до этого для покрытия греха использовалась кровь животных. Она не избавляла от греха. Она просто покрывала грех, чтобы Бог не видел его. Но она не избавляла от греха. Кровь животного давала только покрытие греха. А кровь Иисуса не просто покрывает грех. Она совершенно устраняет его так, что он перестает существовать. Таким образом, через кровь Иисуса, сила греха над вашей жизнью будет сломлена и разрушена. И вы поистине будете такими, какими Бог хочет, чтобы вы были. Но для этого необходимо пролитие крови. В крови Иисуса есть сила очищения. Кто из вас в это верит? В крови Иисуса есть сила избавлять. В крови Иисуса есть сила освободить вас от любого рабства, в котором вы находитесь. В крови Иисуса есть сила сделать вас такими чистыми, какими Бог хочет вас видеть. Я вспоминаю историю о двух проповедниках, которую рассказал мне один мой друг. Их обоих уличили в краже денег. Старший пастор вызвал первого проповедника, и первый проповедник уже был сокрушенным. У него уже было раскаившееся сердце. Он был печальным, таким, как описывается в книге пророка Исаии. Вам надо прочесть это место. Это очень важно. Христианам нужно это знать. 42 глава книги пророка Исаии. Итак, поступила информация о том, что первый проповедник украл деньги из церковного пожертвования. И он был вызван старшим пастором для обсуждения этой ситуации. Он пришел сокрушенным, печальным и смиренным. Он признал свой грех без всяких отговорок и плакал от покаяния. Не надо жестоко поступать с людьми, когда они сокрушаются и каются. Вы меня слышите? В книге пророка Исаии 42, 3 сказано, «Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит. Будет производить суд поистине». Поэтому, когда какой-то человек согрешил, и он приходится крушенным и смиренным, не надо быть с ним жестоким, потому что он уже покаялся. Итак, он покаялся и был на время отстранен от кафедры для того, чтобы привести свою духовную жизнь в порядок. А потом, через некоторое время, его восстановили. Он стал активно служить в своей церкви, и она стала расти. В его жизнь тоже пришла плодоносность. Кровь Иисуса настолько могущественна, что удаляет из вашей жизни уродливые пятна греха и восстановит вас в прежней позиции перед Богом. Кровь Иисуса. Что же произошло? Тот парень пришел в покаяние. Он признал свой грех и был сокрушенным. Второго проповедника уличили в том же самом. Но второй проповедник все отрицал. Старший пастор стал увещевать его о силе крови Иисуса, но он не принял увещевания. В своем высокомерии он продолжал утверждать, что ничего не делал. Через семь лет он вернулся. У него больше не было служения, не было церкви. Он стал бездомным и нищим. Он лишился семьи. Он пришел к тому же старшему пастору и во всем признался, сказав, «Я признаю свой грех. Вы были правы. Я украл деньги и не принял кровь Иисуса и силу его крови». И он добавил, «Пожалуйста, помолитесь за меня и простите». Старший пастор помолился за него. И тот, бывший служитель, получил победу через кровь Иисуса. Кровь Иисуса устранила грех, несмотря на его прежнее поведение, несмотря на то, что семь лет назад он отказался принять ее силу. Но когда, наконец, он ее принял, и кровь Христа очистила его, нам надо быть осторожными в том, как мы относимся к людям и судим о них, особенно в присутствии крови Иисуса. Аминь. Но позвольте мне показать, что говорит Библия. И я, леди и джентльмены, хочу убедиться в том, что вы это понимаете, потому что, возможно, в вашей жизни нет хороших результатов и преуспевания из-за того, что вы, как следует, не разобрались с грехом в своей жизни. Притча, 28 глава, 13 стих. Притча, 28, 13. Надеюсь, вы понимаете, в чем благо крови Иисуса. И что будет, если в вашей жизни ее нет? Итак, притча, 28, 13. Вот что здесь говорится. Прочтите это вместе со мной. Вы уже открыли? Почти? Открыли? Хорошо. Давайте прочтем этот стих. Готовы? Читаем. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Если вы скрываете свои грехи, то не ждите в своей жизни ни успеха, ни преуспевания. Вы можете хорошо скрыть свои грехи, но при этом у вас не будет ни успеха, ни преуспевания. Вам необходимо исповедать свои грехи и оставить их. Скажите это вслух. Исповедать. И оставить. Но скрывать нельзя. Скрывая свои грехи, не ожидайте преуспевания. Вам необходимо разобраться с грехами в своей жизни. Нередко христиане совершенствуются в притворстве. Они притворяются, что у них все в порядке. Но хотя они хорошо скрывают свои грехи, у них не будет преуспевания, потому что Бог знает, что происходит. Вы думаете, что можете обмануть Бога? Не можете. Несмотря на все ваши Аллилуйя и религиозные дела, вы никогда не сможете обмануть Бога. Может быть, вы прекрасно поете, и мы наслаждаемся вашим пением. Или вы замечательный человек, и нам нравится с вами общаться, но у вас ничего не получается. И на то есть причина. Я серьезно. Не говорите мне. Просто не получается. Не знаю почему. Наверняка есть причина почему. Что-то не так. Может быть, вы где-то проявляете непочтение к Богу. Вы скрываете грех. А Слово Божье живо и действенно. Кровь Иисуса очищает, но вы не принимаете очищающую силу крови. Не принимаете того, что она может для вас сделать. Вы скрываете свои грехи, и у вас не будет преуспевания. А ведь в любой момент вы могли бы преуспевать, могли бы получить очищение и прощение. Все, что для этого нужно, воспользоваться силой, которая была вложена в кровь Иисуса. Теперь давайте ненадолго вернемся к ситуации в Эдемском саду. И я хочу, чтобы вы сказали эти слова. Жизнь за жизнь. Потому что в духовном мире все обстоит именно так. Жизнь за жизнь. В духовном мире нет компромиссов. Что это значит? Для того, чтобы ваш грех был прощен, и вы снова могли жить, необходимо, чтобы была пожертвована жизнь. После того, как вы согрешили, чтобы вам получить прощение, необходимо, чтобы была пожертвована жизнь. Должна пролиться кровь. Адам согрешил, и должна была быть пожертвована жизнь. Крови козла, тельцов и агнцев недостаточно для того, чтобы устранить последствия, сделанного Адамом в Эдеме. Эта кровь недостаточно ценна. И крови недостаточно для того, чтобы заплатить за грех, совершенный в Эдеме. Если бы вы были козлом, тельцом или овечкой, тогда бы этой крови было достаточно. Но вы не животное, и поэтому кровь животного недостаточно ценна, чтобы заплатить за грех, совершенный Адамом и Евой в Эдеме. Поэтому они были изгнаны из присутствия Божьего. Если бы все сработало, то когда Бог убил это первое животное и пролил кровь, то все было бы восстановлено. Однако кровь животного недостаточно ценна. Она могла только покрыть грех, а не удалить его. Аллилуйя! Кровь животного только скрывала грех от очей Божьих, от очей Святого Бога. Но у этой крови не было силы стереть или отменить их грех. Их грех оставался. Он был только покрыт. У крови животного нет достаточной силы. Вы это понимаете? Так же, и ни одно другое человеческое существо не может заплатить за ваши грехи, потому что остальные люди тоже грешники. Так что как их кровь может помочь? Она недостаточно ценна, поэтому Богу была нужна помощь. Бог захотел что-то сделать. Вы знаете, что Бог есть любовь. Он увидел, что произошло в результате грехопадения в Эдеме, и очень сильно захотел спасти человека и полностью восстановить общение с ним. Но этого не могло произойти до полного устранения человеческого греха. Бог никоим образом не будет иметь что-либо общее с грехом. Однако грех можно удалить, и мы знаем как. Там, где пролитие крови, там что? Без пролития крови нет чего? Нет никакого прощения грехов без пролития крови. Вот что мы знаем. Кровь животных не может этого сделать. Кровь людей тоже не может. Смотрите дальше. Бог по своей великой любви к человеку должен был сделать такое, чтобы спасение стало возможным и доступным для человека. То, что Господь собирался сделать после происшедшего в Эдеме, Он сделал из-за своей великой любви к человеку. Кровь Иисуса. Это результат любви Бога к человеку. И прежде чем сказать, Бог меня не любит, прежде чем сказать, Бог меня не простит, подумайте как следует. Потому что Бог сильно возлюбил вас. Он возлюбил вас еще до того, как вы стали зародышем. Он возлюбил вас еще до того, как вы вошли в утробу матери. Он возлюбил вас еще до вашего рождения. Его любовь исследовала глубины Его многогранной мудрости для того, чтобы найти способ исправить то, что было совершено людьми в Эдеме. И Бог послал на землю Своего единородного Сына Иисуса, святого, безгрешного, беспятная порока, чтобы Он пролил за людей Свою драгоценную кровь. Кто-то спросит, а когда Бог это сделал? Помните, в книге Бытие 3.15, сразу после того, как произошло грехопадение, Бог что-то сказал? «Я пошлю семя жены, и оно поразит тебя в голову. Ты будешь жалить его в питу, но оно разобьет тебе голову». О, аллилуйя! Дальше 10 глава, послание к евреям. Все в курсе истории? Послание к евреям, 10 глава. Говорю вам, если на этой неделе дьявол явится к вам в дом, вы скажете ему, «Я знаю историю. Я знал, что тогда ты потерпел огромное поражение. И то же самое будет с тобой сегодня». И знаете, когда дьявол захочет поговорить о вашем прошлом, сразу же остановите его. Скажите, «Подожди, ты хочешь поговорить о моем прошлом? Давай поговорим о твоем». И после того, как он пойдет на попятную, скажите, «Ты сам начал? Давай поговорим о твоем будущем. Твое будущее выглядит не лучше твоего прошлого. Вообще-то, давай поговорим о том, что я сделаю с тобой сегодня силой крови Иисуса. Ну что, поговорим? И еще хочешь связаться со мной? Но вы не сможете так сказать, если ничего не знаете о крови Христа. Послание к евреям, 10 глава, 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Мы уже это поняли, да? 19 стих. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Подумайте об этом. Хорошо подумайте. Единственный способ, которым жертва может быть принята, это если она принесена священникам. «Если жертва приносится, но делается это не священникам, это неугодная жертва». Иисус не только жертва за наши грехи, но Он наш первосвященник. А раз так, жертва принесена законно. Когда Иисус принес Себя в жертву, это было законно, потому что Он сделал это, будучи священником. Вот что Он сделал в тот день. Крест решил проблему с грехом для всех и навсегда. Больше никому не надо идти на крест. Был интересный случай, когда я однажды услышал одну песню, пела женщина, а потом она сказала, «Не мне надо было быть на том кресте». Я сказал, «Да, на том кресте надо было быть не вам. Если бы на том кресте оказались вы, то мы были бы в той же ситуации. Если бы на кресте были вы, мы бы все по-прежнему шли в ад. Слава Богу, что больше никому не надо идти на крест». Иисус совершенная жертва. Он сделал все необходимое для всех людей, в том числе и для тех, кто еще не родился. Он сделал это для вашей бабушки, прабабушки, прапрапрабабушки, для Петра, Василия и всех остальных. Он все сделал, и нам больше ничего не надо делать, а только принимать. Кровь Иисуса все так же течет, она все так же действенно, и все так же очищает от всех грехов. Теперь перейдем мы из Эдемского сада в нашу нынешнюю, сегодняшнюю ситуацию. Мы изучаем тему о крови Иисуса. Первое послание Иоанна, первая глава, девятый стих. Сила греха сломлена, и кровь Иисуса доступна вам для решения проблем, которые есть у вас сегодня. начнем с восьмого стиха. Нет, даже с пятого. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Что означает ходить в свете? Если мы ходим в свете Слова Божьего, иначе говоря, давайте возьмем ситуацию, когда мы промахнулись и согрешили. Вы можете или оставаться в этой ситуации и продолжать грешить, или же встать и начать делать то, что говорит вам делать Слово Божье. Если вы встаете и начинаете делать то, что говорит вам делать Слово Божье, то хотя бы и допустили промах, потом вы активировали силу крови, которая течет с креста, и сегодня она все так же оказывает влияние на вашу жизнь, потому что она может действовать только тогда, когда вы ходите во свете Слова Божьего. Но если вы отказываетесь ходить во свете Слова Божьего, тогда вы отказываетесь и от силы крови Иисуса. Поэтому когда вы допускаете промах, то вам нет смысла по пять месяцев не ходить в церковь, некоторые согрешившие люди говорят, «Мне надо пройти через плохие переживания». «Нет, нет, нет, я упал и не могу встать», говорят они. Избавьтесь от этого. Встаньте и ходите в свете Слова Божьего, чтобы кровь Иисуса очистила вас от того, от чего вас необходимо очистить. Для тех из вас, кто хочет уйти в уединение и говорит, «О, я упал!» и вы хотите стенать и стенать, прекратите это. Кровь Иисуса может решить вашу проблему. Разберитесь с грехом быстро. Научитесь быстро каяться. На покаяние не требуется целый день. Согрешили? Исправьтесь. Дело в том, что враг, обвинитель братьев, не хочет допускать вас к крови Иисуса. Он хочет, чтобы вы погрузились в вину и осуждение, и нашептывает вам, «Тебе должно быть за себя стыдно». Как ты пойдешь в церковь после того, что ты сделал? И ты еще поднимаешь руки и поешь после того, что ты сказал? Нет, нет, нет. Не слушайте его. Пусть кровь Господа Иисуса очистит вас и изгонит вину и осуждение. Но не ходите в ночной клуб. Не делайте ночной клуб своей новой церковью. Возвращайтесь в Дом Божий. Придите в присутствие Божье, в Свет Божий, и пусть кровь Христа сделает то дело, ради которого она и была пролита. Некоторым из вас необходимо встать. Сделайте то, что необходимо сделать. Не привыкайте к своему греху. Это попытка дьявола отгородить вас от крови Иисуса. Не свыкайтесь со своим грехом. Вы меня слышите? Не принимайте образ этого мира, пытаясь выглядеть крутым. Ведь вы выглядите как глупец. Ну, знаете, я бы пошел в церковь, но не хочу, чтобы меня осудили. Прекратите так говорить. Ведь дело не в вас. Почему вы всегда думаете, что вы центр всего? Я не хочу приходить, потому что не хочу, чтобы меня осудили. Я не хочу приходить, потому что на меня будут бросать косые взгляды. Но суть не в вас. Дело не в вас. Иисус заплатил очень дорогую цену, чтобы вы могли очиститься от греха, и его кровь была пролита не напрасно. Поднимитесь из лужи греха. Перестаньте валяться в своем грехе, как свинья в грязи. Начните ходить во свете Слова Божьего, чтобы Господь мог очистить и освободить вас. Перестаньте думать, что вы должны соответствовать всем стандартам. Кровь Иисуса. Вот благодаря чему вы соответствуете. Вас одурачили. Вы позволили миру сформировать ваше мышление. Это называется гуманизм. Гуманизм утверждает, человек, это и есть Бог. Я должен все сделать сам. Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Откуда вы взяли всю эту ложь? Бог помогает вам еще до того, как вы могли себе помочь. И единственная причина, почему вы можете что-то для себя сделать, в том, что сделал для вас Бог. Что вы о себе думаете? Вы что, стали настолько могущественным, что уже не нуждаетесь в Боге? Именно такую идею пытается внушить вам мир. Он пытается навязать вам мысль. У тебя есть образование, есть технологии, есть интернет. Зачем тебе Бог? Я скажу вам, зачем вам Бог? Дело в том, что наступит день, когда вам придется выйти из этого тела. И без крови Иисуса вы не сможете попасть туда, куда вы хотите, потому что никакое средство этого мира не поможет вам. Деньги не помогут попасть на небеса. Единственный путь, как туда можно попасть? Через кровь Иисуса. Единственный способ, как вы можете выбраться из своих проблем? Через кровь. Единственный путь, через кровь Христа. Иисус, единственный путь. Никакой пророк, человек или представитель власти, только Иисус! Не ваше образование, не ваша чековая книжка, не ваша зарплата. Понимаете? Нет Иисуса, нет жизни. Вы думаете, что просто проживете и умрете? Я приду к небесным вратам только с одной вещью. И это не будет длинный список дел, которые я сделал, пока жил на земле. Это будет только одна вещь. Меня спросят, «Какой у тебя пропуск?» И я отвечу, «Кровь Иисуса!» Я пройду через врата, благодаря Его крови. Это мое право на вход. Эй! Я не настолько хорошо жил, чтобы пройти на небо с помощью своих дел. Но Иисус сделал все, что необходимо, и дал мне пропуск. Свою кровь. Это мой единственный способ войти на небеса. И нет никаких компромиссов. Никакого компромисса. Вот что я вам скажу. Люди идут на компромисс из-за того, что у них страх отвержения. Если вы боитесь, что вас отвергнут, вы будете идти на компромисс для того, чтобы приспособиться. И если вы идете на компромисс ради того, чтобы вас приняли, то обрекайте себя на то, чтобы вас использовали. Вы ставите себя в такое положение, и люди будут знать, что могут вами манипулировать, потому что они видят, что ради принятия вы готовы на все. И в этом вы теряете себя. Вы обрекаете себя на эксплуатацию. Увидев ваш страх перед отвержением, вас будут использовать. Вы так сильно хотите, чтобы мир принял вас. Вы хотите быть, как эта певица, тот актер, эта звезда. Вы хотите быть, как кто-то угодно, только не как тот, кто пролил за вас свою кровь. Я не хочу быть, как все эти люди. Я хочу быть, как Иисус, кто спас и избавил меня от пылающего ада. Я не хочу быть похожим на других людей. Я хочу быть похожим на Иисуса. Я хочу быть, как тот, кто пролил за меня свою кровь. Этим, другим людям нет до вас никакого дела. Они не думали о вас до того, как вы родились. Они не думали о вас, когда вы были в утробе матери. Они не думали о вас после того, как вы появились на свет. И сейчас они о вас тоже не думают. Но всемогущий Бог думал о вас еще, когда вы были только замыслом. Всемогущий Бог думал о вас, когда вы стали зародышем. Всемогущий Бог думал о вас после того, как вы родились. И он думает о вас сейчас. Он не может о вас не думать.